В актовом зале детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос» волнительная атмосфера. Дети застыли в ожидании встречи с олимпийскими чемпионами. Этого момента они ждали очень давно. Многие из ребят – начинающие спортсмены. А потом увидеть вживое олимпийцев и пообщаться с ними – для них уникальная возможность подчеркнуть для себя что-то новое. Ожидания детей оправдались. Прибывшие в «Колос» чемпионы с удовольствием побеседовали с детьми, поделили секретами своих побед, дали наставления подрастающему поколению, а также поощрили ценными подарками тех, кто уже сумел ярко заявить о себе на спортивном поприще. Дети, в свою очередь, подготовили для олимпийцев яркую концертную программу. Я всегда хотела познакомиться с олимпийскими чемпионами, взять автограф у них, сфотографироваться. Я люблю спорт, потому что можно быть здоровым, спортивным, ну и красивым. Я пришла сюда, чтобы посмотреть, и хочу познакомиться с олимпийскими чемпионами. Нравится ли тебе заниматься спортом? Да. Почему? Ну, потому что можно быть здоровым, красивым и спортивным. Представительство Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Брестской области в этом году удалось организовать для детей настоящий праздник с поздравлениями, подарками и множеством сюрпризов. Одним из них, особенно порадовавшим ребят, стал открытый диалог с чемпионами. Каждый желающий мог задать своим кумирам любые интересующие вопросы. Задают вопросы, что интересуются. Я ополещён, что такое проявляет интерес, что молодёжь тянется к спорту, тянется к каким-то, может быть, идеалам, кумирам своим. Может, что-нибудь всё-таки у них отложится из этого, и они в своей жизни найдут себя. Мне кажется, что это важно для детей. Они должны лично соприкоснуться с кем-то, кто мог бы им что-то интересное рассказать. Может быть, потрогать медали, пообщаться, задать вопрос. Дети, они заряжаются положительной энергией. Проведение подобных мероприятий, несомненно, имеет большую пользу. Поэтому представители Олимпийского комитета Брестской области, уже сегодня посетив «Колос», вместе с олимпийскими чемпионами, планируют совершать поездки сюда как можно чаще. И не только в новогодние праздники. И всё для того, чтобы дарить тепло и радовать детей, приезжающих на отдых, в реабилитационно-оздоровительный центр. И, как говорил малыш из мультфильма про Карлсона, спортсмены уехали, но обещали вернуться. Как уже говорили, наверное, это станет традицией. Дети видят своих героев, видят олимпийских чемпионов и будут равняться и гордиться ими. Не надо ждать рождественской акции. А я думаю, что много можно других интересных мероприятий провести. И мы уже договорились сегодня, что весной будем проводить различные мероприятия. Здесь дети постоянно меняются, и раз в 24 дня происходит смена. Поэтому новые учащиеся, новые наши юные спортсмены, они съезжаются сюда. Им здесь хотелось бы, чтобы они здесь не просто поправили своё здоровье и отдохнули, но ещё и мы узнали очень много нового спорта, а нам есть что рассказать. София Бережная, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok